русский дом номер 3 2014 год журнал для тех кто любит россию тираж 30 тысяч экземпляров журнал издается с 1997 года по благословению патриарха московского сия руси алексея второго одобрено синодальным информационным отделом русской православной церкви свидетельство номер 155 29 сентября 2011 года в этой деревне огни не погашены заповедник православия деревня потеряевка находится в алтайском крае 150 километров от барнаула это настоящая русская община едва ли не единственная возрождающаяся православная деревня на 17 тысяч разрушенных русских сел по всей россии а нынешнем житье бытие потеряются мне рассказывают идейный вдохновитель потеряевки известный православный проповедник игнатий тихонович лапкин и его младший брат отец и аким священник местной церкви тоже много сделаешь и для восстановления поселка именно они стали возрождать потеряевку 22 года назад окончил московскую духовную семинарию в 78 году стал священником вспоминает отец и аким но никогда не покидала желание вернуться в родные края приезжали с братом сюда и видели малая родина зарастает бурденом и решили пора начинать возрождение поселка начинали с палатки теперь у деревни официальный статус проведено электричество есть техника построенный храм школа дома работают учителя фермеры живут от подсобного животноводческого хозяйства и огорода я побывал на уроках местной поселка поселковой школы девятилетки дисциплины здесь проблем нет и не только потому что детей в классах немного воспитание то на основе заповеди божиих они как известно плохому не учат кстати трое выпускников потеряевской школы обучаются барнауле причем двое высших учебных заведениях в деревне действует устав свод правил поведения разрешение на поселение дается только тем кто не пьет не курит не матерщинник и не вор вот например некоторые пункты запрещается рассчитываться спиртным бутылкой за проделанную работу или добытую вещь беречь окружающую среду не позволять никому сливать разливать горюче смазочные материалы на землю мыть испачканные мазуте руки и вещи у озера по деревне не разрешается ходить в оголенном непотребном виде таких правил много целых 40 пунктов да насчет вина есть примечание в россии это ведь вопрос вопросов разрешается вино только по уставу определенное время два раза в день не более 100 граммов но лучше совсем не пить избегнешь полицания решаясь проверить свою благонадежность у игнатия тихновича а меня если что возьмете на проживание лапки накидывает меня испытывающим взглядом знаем тебя давно про поселок писал честно без вранья не куришь не пьешь как насчет матершины обойдусь бизонного игнатия тихонович подходишь выносит он вердикт борду только надо будет отпустить заголовок хоть еще один вдох а теперь самое время посмотреть как живут потеряются с этой целью отправляемся на усадьбу андрея и ирины устиновых воспитывающих пятерых детей ирина горожанка познакомившись андреем и выйдя замуж переехала потеряевку из томска построили большой дом развели подсобное хозяйство есть здесь нравится красивая природа спокойствие труд во благо и окружении единомышленников верующих людей а душистый чай на травах с медом мы пили в гостеприимном доме владимира александровича и валентина тихоновны устиновых кстати валентина тихоновна сестра игнатия тихоновича и отца и акима лапкиных они также переехали из города жизнь потеряевки нельзя считать идиллией надо много трудиться и не только физически но и духовно но здесь и остаются те кто не приемлет праздного и бесцельного существования еще один маленький но многом говоришь говорящий штрих отлучаясь куда-либо хозяева домов не запирает двери на замок просто приставляет к ним палочку она обозначает что хозяина дома нет проведем у себя все в такой эксперимент правда полиция может не одобрить потом были посещение храма и детского православного лагеря стана сезон правда уже давно закончился детей там конечно не было но все строения и я и сделаны из подручных средств спортивные снаряды мы посмотрели самодельный внушительного вида качели продемонстрировал в действий игнатий тихонович несмотря на свои 74 года он в отличной форме как всегда быстро и подвижен мы еле за ним поспевали конечно осмотрели знаменитый подвал на территории лагеря в котором много лет назад была тайная подземная церковь сейчас надобность в конспирации отпала и подземелье стало обычным хранилищем для солений вареньев бывая потеряевки всегда удивлялся сам себе казалось бы здесь всяческие строгости и правила основанные на подлинно православных закононах нелегкие труды нет кино досуговых и прочих культурных центров но почему-то чувствуешь себя как рыба который вдруг поднялись раскаленного песка и снова выпустили воду и ведь не один я так думаю 15 лет назад корреспондент алтайской правды олег логвинов по этому поводу написал очень хорош хорошо еще заметно я приехал домой лег спать стараясь дышать осторожно чтобы в раз не выдохнуть незначай весь воздух потеряевки пусть останется хоть капля хоть еще один сдох заголовок влюбленный святую русь миссионерская проповедническая деятельность игнатия тихоновича лапкина просто потрясает своими масштабами откуда берет силы бог помогает коротко отвечает он и добавляет 50 лет назад встреча со христом преобразила мою жизнь в 2012 году лапкин предпринял беспримерное миссионерское путешествие по россии ради этого путешествия был приобретен автомобиль газель трое людей и собака проехали 250 городов россии и везде гнати тихонович оставлял в подарок свои книги а издал он 38 томов под общим названием открытым оком ради того чтобы их написать освоил компьютер и провел за ним 30 тысяч часов в книгах даны ответы на 4124 вопроса которые ему задавали во время лекций в техническом университете тюрьмах отдельно был издан великолепно оформленный с цветными иллюстрациями гюстава даре трехтомник нового завета закладочки цвета российского флага о комментарии игнатия лапкина эти книги были подарены путину медведеву патриарху кириллу за время поездки по стране распространили более шести тонн книг за день газель преодолевала более тысячи километров в 2013 году состоялась еще одна поездка теперь позади остались кавказские республики а также 15 стран среди них германия австрия сербия польша белоруссия молдавия грузия армения азербайджан за два года намотали 80 тысяч километров и на этом игнатий тихенвич останавливаться не собирается вынашивая планы дальнейших миссионерских путешествий потеряя в келапкин показал мне старинный колокол дар от людей которых он спас от беды и даже позволил мне несколько секунд побыть в роли звонаря звон у колокола мелодичный долгий и очень чистый ощущение что уплывающий во крестной дали колокольный звон уносит все ненастоящее несвойственное человеку очищает душу вот так и братья лапкины бьют во все колокола и свои потерявки словно созывают вернуться православную потерянную нами русь владимир васильевич литунский спецкорреспондент галтайский край а там голуби есть богу нашему слава во веки веков аминь просим приходите подписывайтесь будете регулярно получать с нашего канала богу нашему слава во веки веков аминь просим приходите подписывайтесь будете регулярно получать с нашего канала м Продолжение следует...